МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Госдуме Российской Федерации предлагают возродить использование в армии Буденновке головного убора красноармейцев. Соответствующее обращение направлено министру обороны России. В Госдуме считают, что Буденновка до сих пор хорошо узнается по всему миру и является неофициальным символом российской армии. По словам инициатора обращения, внутри России также сохраняется позитивное отношение к этому головному убору. Именно в период ношения Буденновки было одержано якобы множество побед. В этой новости прекрасно все. От самой инициативы, которая, впрочем, почти не вызывает удивления, в России ведь возможно все, до личности депутата, написавшего обращение министру обороны. Инициатор возврата Буденновки в российскую армию – одиозный депутат Государственной Думы Виталий Милонов, которого даже собственные родные избиратели называют автором целой серии абсурдных инициатив и бредовых выходок. Однако в России никого никогда не смущают личности, когда речь идет о патриотических чувствах. Если кто-то говорит о каких-то победах России, пусть даже выдуманных, если кто-то говорит о притянутых за уши символах этих побед, то у россиян тут же отключается критическое мышление. Гражданам Российской Федерации настолько промыли мозги победа бесием, что сегодня многие вещи касательно пресловутых скреп, кажущиеся нормальными, в начале 90-х вызвали бы дичайшее недоумение. На заре становления демократической России, например, мало кто мог бы себе представить, что ненавистный сталинский гимн Советского Союза в 2000 году станет официальным гимном Российской Федерации. Никто даже в самом страшном сне не представлял, что памятники Сталину будут расти в современной России, как грибы после дождя, а культ победы над нацизмом будет использован русскими как оправдание агрессии против Украины. Странно, что российская армия массово не использовала в 2014 году на Донбассе и в Крыму красный флаг, заменив этот символ компромиссной георгиевской лентой. Но сегодня, видимо, и красный флаг был бы уже вполне приемлем. С помощью принципов окна Авертона или окна дискурса в манипуляции общественным сознанием, россиян плавно готовят к тому, что Россия становится Советским Союзом версии 2.0. И впереди всех нас ожидает еще множество дичайших сюрпризов. Интереснее всего читать сегодня комментарии в сети к инициативе по возврату Буденновки в армию. Хорошая инициатива. Требую вернуть меч-кладенец, эльфийскую кольчугу, лук Ивана-Царевича, царевну-лягушку определить поварихой. А всех командиров звать Василий Ивановичами. Ну а что, армата так и не поехала. Скоро и тачанки вернут. Только за, но только с такими сапогами. Чем больше зашквара, тем лучше. Почему предложение выхвачено из контекста? Вернуть Буденновки в баню была рацуха. А в дома к ним вместо электричества поставить лучины и прялки. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках на экране и в описании к видео. Ну а что же все-таки не так с Буденновкой? Давайте-ка разберемся. Никто не спорит, что именно эта своеобразная солдатская шапка, официально имевшая название «зимний шлем», а неофициально звавшаяся «богатырка», «фрунзевка» или «буденовка» сформировала характерный облик красноармейца, став визитной карточкой рабочей крестьянской красной армии. Однако никакого романтизма в этом образе не было и в помине. А откуда бы ему появиться, если армия сеяла красный террор и состояла из отборных низов? Из тех, кто, как пелось в интернационале, был не кем, а стал всем. Романтический ореол появился у Буденновки лишь в 1950-е годы, когда она прочно обосновалась на плакатах, иллюстрациях и открытках. То есть, когда были уже позабыты ужасы прошлого, а революционеры и красноармейцы благодаря советской массовой культуре стали выглядеть уже такими себе непогрешимыми Робин Гудами. Ну а раньше-то Буденновку не особо и жаловали. Суконный шлем не очень уважительно величали громоотводом из-за вытянутого вверх шпиля, а то и умоотводом. На Дальнем Востоке в 1936 году один командир любил спрашивать, показывая на шпиль шлема. А это что, не знаете? Это когда запоют «Кипит наш разум возмущенный», из этого шпиля выходит пар. Советские историки утверждали, что Буденновка появилась в 1918 году и была создана специально для рабочей крестьянской Красной Армии по распоряжению Троцкого. Но на самом деле появилась эта форма накануне Первой мировой. История такая. 500 лет Россия мечтала завладеть Царьградом, Константинополем, Родиной Православия, ведя беспрерывные войны с Османской империей. В 1912 году в стране были созданы сотни черносотенных патриотических сект, в которых религиозные фанатики концепции Москва-Третий Рим готовились к будущей последней войне за престол столицы православия Царьграда. Первая мировая война случилась весьма кстати. Россия собиралась как бы неожиданно для союзников захватить Царьград. Как бы она потом оправдывалась с целью того, чтобы обеспечить тыл для развития наступления на Германию. Именно для этой цели и была пошита и приготовлена форма, в которой воины войска Христового должны были войти в Константинополь, а потом и в Берлин. Есть документальные свидетельства этой версии. В исследовании Олега Второго мы читаем. На интендантских складах уже лежала новая форма, пошитая по эскизам Василия Васнецова. Форма была сшита по заказам двора его императорского величества и предназначалась для войск русской армии, в которой она должна была пройти на параде победы в Берлине. Это обмундирование было передано при организации ЧК сотрудникам этой структуры, вооруженному отряду партии. Есть и чисто экономический аспект. Реально ли было в разоренной войной и революции стране всего за несколько месяцев пошить достаточное количество комплектов новой формы? Это выглядит утопией. Скорее всего, форма действительно уже была, но упоминания об этом могли быть уничтожены, дабы не дискредитировать новую революционную мифологию, частью которой и стали легендарные Буденовки. Кстати, имя самого Троцкого ведь тоже почти начисто было стерто из архивов РККА. Буденовка просуществовала до 1940 года, когда она была заменена шапкой. Очень здорово Буденовку подвела советско-финская война. Тогда головной убор не выдержал лютых морозов, и от него пришлось отказаться. Да и война эта была совершенно бесславной. В целом, судьба формы оказалась незавидной. И это очень символично. Форма повторила перекроенную революцией историю всей России. Вместо скорой победы и мира – многолетняя война с миллионами новых жертв. Богатырка должна была стать триумфальным головным убором, но оказалась лишь перекроенной Буденовкой. Предложение об использовании Буденовки в современной российской армии не ново. К министру обороны уже обращались с подобным предложением члены Петербургского отделения Партии Коммунисты России. Дискурс на эту тему ведется, и в скором времени Буденовка вполне может вернуться в строй, несмотря на то, что исторический бэкграунд у этой детали гардероба, откровенно говоря, неприглядный. В мировой же культуре Буденовка – это вообще совершенно устоявшаяся деталь образа жестокого и злобного советского агрессора, сеющего войну и хаос. Конечно, патриотически настроенные российские граждане спят и видят, чтобы их страну боялись и уважали, но чем больше они стараются, тем больше выходит наоборот. Россия – это страна, которая сегодня вызывает лишь недоумение. Буденовки – ну окей, монгольские пограничники одобрят. Спасибо за внимание. Больше материалов смотрите на сайте хрендяблики.ком. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на платформе Патреон, и ваше имя появится в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья!